Здравствуй, дорогой друг или подруга! Мы проходим ежедельную вспышку, которая называется Сморшенные головы на убийственном уровне сложности 7 волн. И внимание! Сморшенные головы не только у Зедов, но и у нас! Итак, поехали! Мы сейчас посмотрим, насколько тяжело будет попасть в голову нам Зедов. Вообще, как они выглядят. Окей, понял. В голову действительно бесполезно практически подать. Можно было бы, на самом деле, знаете, что думал, с вата взять, может быть, в этом плане. Ну, не, можно, конечно, но как-то... О, какие вы классные ребята! Слушайте, я еще замечаю одну штучку. Ну, попасть действительно тяжело. Есть такое дело. Ну, прям неприятно. И все-таки, тем не менее, куда-то допопадают. И, кстати, интересный момент. Что это за штучки такие? Видите? Ну-ка. А, то есть, получается, это типа дополнительные слабые зоны, которые можно убивать Зедов, я так понимаю. Окей, хорошо, давайте. Ну, давайте посмотрим. Видимо, для слабых Зедов сделано так, что мы их убиваем ту же голову. А вот мес мимо головы, чтобы не попасть на крупняк и не отъехать нам, делают, так сказать, слабые зоны особо доступными. Я так думаю. Может, я что-то надумываю, но из того, что я вижу, это как раз по-моему так и работает. довольно-таки чудной режим. Вот не дать, не взять. Толстому в голову попасть, это, конечно, тоже надо постараться, но тут нам показывают, что надо стрелять в руки толстому. Довольно странно, но хорошо в руки попадает. Кстати, если нам нужно попадать не в голову, я предлагаю следующий вариант для стрелка. Это именно взять и сделать ему повреждения не по головам. Я взял пустынный орел, ибо я его люблю больше остального. Дело, а этим вообще всегда было бесполезно стрелять. Давайте попробуем туловище бить. У него же ядро. А, ребят, слушайте, по-моему, общеньких проблем нет. Я что-то тут наговорил странное. Короче, они убиваются, как и все остальные, просто-напросто я по большей части стреляю за стрелка, старался метить больше в головы, а тут они вроде бы и так неплохо валятся, но это не точно. Потому что паукан это вон нормально себя чувствует. Но тем не менее, ребят, какие-то все фигня. Нет, не фигня. Я до сих пор не могу понять, как это же работает, но ладно. Может быть, меткий стрелок настолько меткий, что прям попадает в самую голову, даже когда головы нету. Это прекрасно. То есть я этим чертям бьем по ногам, да? Так мы всем чертям по ногам бьем. Получается, если у нас сейчас стоит на коллегу перк, то, соответственно говоря, нам, конечно, профит надо стрелять именно по ногам. Ибо 20% урона, плюс, это очень неплохой результат. И это не ад, ребятушки, так что уж извините меня. Веселого будет мало. Слушайте, смотрите, какой Ильдар Иванович до сих пор живой. Да, ребят, вообще фигня. Даже думать нечего. Очень простой режим. Другое дело, что, конечно, да, по ключевым точкам, которые являются голова, мы стреляем обычно и выносим хорошо по дамагу. Этим толстым тоже лучше стрелять было по головам, но здесь голова у меня заменяется на руки. Мне вот любопытно, что будет с флешкой, когда она придет нас пощекотать. Я посмотрел, как они себя будут вести на самом деле. Это прямо, по-моему, такой вопрос, наиболее интересующий нас всех. А можно, кстати, вас вот так закидать. Нормально, у меня есть гвоздевые гранаты. Кстати, нифига. Заметьте, от обычных выстрелов, если мы не носили бы их, допустим, играя из-за того же, стрелка. О, здрасте. А, это просто взрыв ракет ядерника, который был произведен в запуск. Я думал, обрадовался, уже флешки бегут, а сейчас какой-то наивный парень. что с собой сделать? Что с собой сделать? Наивная простота. Чувак, что-то у тебя прям ноги такие сильные. Ты страус, наверное? На дегре написано у меня КФ-2. Ну, конечно же, не КФ-3. Хотя, было бы интересно посмотреть, что Траффайр в третьей части вывезли, если бы она была. С другой стороны, франшиза довольно интересная. Если бы она имела свое продолжение, я бы посмотрел, что они там налепили. И, учитывая, что КФ-ка сама с 15-го года, я думаю, что продолжение само по собой, конечно, напрашивается, но нам что-то его все не хотят никак показать. Действительно, акулу сделали. Я про Мэн Итер говорю. А первая часть есть, вторая часть есть, а где третья часть, ребята? Мы очень бы хотели все, наверное, кто в Крик играет, посмотреть, как бы выглядела третья часть. Тем более, сейчас новые движки, все дела. Ждем. Сижу сейчас и думаю, а как интересно выглядит, будет босс и куда ему долбить. дабы устраивать разнос. Знаете, а вот в помещении-то я бы так, наверное, не стал гарантированно лупить по всему, кто бегает. В том плане, что это, конечно, все хорошо, но, блин, я, кстати, думал сначала меткого стрелка взять, потом подумал, что это плохая идея. Это плохая идея, ребята. Меткий стрелок у нас, поскольку стреляет по башкам, а здесь бошек вообще раз-два я обчелся, точнее, вообще их нету. Поэтому, о! Тут веселок нам идет. Они, кстати, так забавно кричат. Отдай-ка масу! Есть хочу! О, да! Кусок ноги полетел, замечательно, нам подходит. Так, а где этот, который орал больше всех? Ты меня крашишь? Ну, давай, давай, давай. О! Бежит! Ой, мать моя! О! Кедр Петрович, ему надо прям в дукову пить, я понял. Он умер? Какой-то слабый отбиватчик был. Пара лещей и полетел. Ну, нет, нет, хотя, что я хочу? Это же убийство. Это же не ад. Привык, понимаешь, на аду гонять, а тут прям какие-то условности совсем другие. Чувак, ты умирать выше, нет. Тут совсем, совсем все по-другому. В плане, что дома, надо меньше, умирают они быстрее, так что вообще никаких проблем нет. Ну, так, посмотреть режимчик надо. Надо, ребят, показать режимчик, надо выбить награду, потому что я этот режим вообще от этой стороны обошел. Он, когда вышел, то мне не попадался в обзоре, поэтому я его просто проскочил. Вот и все. Итак, друзья, у меня теперь парные диглы и патроны за поворотом лежали. Это прекрасно. Здесь еще спал здесь сверху, да? Теперь можно, в принципе, устраивать мельницу. Я это так называю. Ой, ой, какой прекрасный пистолет. Мы его будем использовать во всех наших сферах деятельности. Вот это я называю мельницей, когда ты запускаешь Z-Time и начинаешь просто выкашивать задарей направо и налево. Это реально как будто мельница, потому что ты просто переломалываешь кашу. Ой, 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 сейчас кашу меня перемолит. Ой, перемелит, пардон. Здрасте. А что это вы делаете в моем холодильнике? Вы что, хотите кушать? Гасили, смотрите-ка, я им гранаты нафигачила, им хоть бы хрен по деревне. Окей. Ладно. Ну что, хорошо по голове получил грибок ядерный. Это мы в реальной жизни бы, конечно, ведь не хотели бы, но смотрится красиво. А какие ЭМП помехи идут? Оу, вся электроника пойдет по звезде сразу. Так, слушайте. И, кстати говоря, самое интересное, знаете, что бы классно было сделано? Было бы при факте на этой карте, если бы, это может, был даже дополнительный режим сделать, во время взрыва ядерной боеголовки, чтобы у трейдера перестали работать магазин, потому что он же в электронике завязан. О, вот это было классно, кстати говоря, хотя бы там пару волн, или одну хотя бы волну. Ну окей, потому что это совсем уж круто будет. Мне кажется, неплохая затравочка, да? По крайней мере, хоть что-то такое необычное было бы. Так, я где-то слышал страшного большого бобра, но смотрю, него нету больше почему-то. Где бобер бегает? А вот, ребяточки, у нас осталось уже фактически еще две волны, босс и все. То есть, волна проходится, ну вообще, занятик делась. Все, шестая волна, весело, красивые экспозиции, экспозиционы у нас тут за окном. Ну не за окном, хорошо, за экраном. Просто изи. Ну, не изи, блин. Извините, что-то вы охренели, товарищ, привыкший играть на ду? Вам все, все легко от нее кажется, да? Сейчас, подожди. Придет к матриарс со скорченной башкой и стреляй, попробуй по ней. Догаднилый, мой хороший, догадайся сам, куда стрелять называется, да? Это будет, как это называется? Босс с загадкой. Это как, как проститутка трансвестит, непонятно, кто там снизу, да? Может такое быть? Да запросто. Ладно, у меня все равно ракеты, эти гранаты за недавностью, пожалуйста, угощайтесь. А, глушит, ну, тоже неплохо. Ну, хоть так. На безрыбе и раком рыбу тоже можно. Так, потрясающе. Ты, ты кто? Дед Пыхто. Кожаным пальто. Раз, десять. О, мартышка и очки, здравствуйте. Слушайте, а у вас тоже со смещением это то самое? То самое, что мы хотим сломать вам? Пилу вам засунуть куда-нибудь, не? Норм. Не, с мартышкой вообще как-то странно получилось, я даже не понял, что это мартышка. Я вообще не понимаю, что происходит пока. Финальная волна. Улучшенный деглы полностью абсолютно. Немаленько не хватило на патроны, но сейчас пальчику схватим. Там, Играть будем чуть поаккуратнее, чтобы хватило на всех. И, в общем, никаких проблем начальника, да? Мда. Не знаю, я, конечно, что-то прям ожидал какой-то жести. Это, конечно, жесть, но не в том плане, как в котором я и ожидал. Это, конечно же, жесть. Это, это, это кто бежит? Или это просто ракету запустили? А хрен тут поймешь, кто-то в кого бежит, кто-то в кого стреляет, кого месит. У нас, когда будет товарищ отбивать, что-то я не понимаю. Вроде бы я его слышал. Давайте прогуляемся, а то я маленько вам одну и ту же постоянно позицию за окном показываю. Уже опостылил этот однообразный вид. Я понимаю, надо прогуляться, маленько выгулять зэдов. Чуть-чуть по карте, а то что-то как-то мы ротейшно никого, как так говорится, не производим. Жопко сели на костер. Все прекрасно, так, великолепно. Что-то ты медленно перезаряжаешься, что-то тебя поделил. Это кто? О, а я думаю, кто там орет. Это, оказывается, ты был, да? Ну, извини. Ну, извините. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Наконец-то саскнесс пошел, а то что-то прям легко было. Во-во-во-во-во. Я вот этого ждал. Хотя, когда вас побольше будет, а то что-то никого нету. Мне как грустно стало. Давай. У-у-у-у! Бей его, балашка! У-у-у! Хорошо, да, да, нормально. Молодец, справился. Прямая очередь. А теперь мартышки отъядрить. Все, нормально. Так, кто там еще остался? Никого там не осталось. Фактически там никого нет уже. Вообще, конечно, товарищ с двумя пистолетами по имени Стрелок это смертельная машина убийства. Все, ребятушки, перемещаемся к боссу. Мы успешно все захрючили. Ну вот, финалочка. Кто нас ждет? Да вы нахрен издеваетесь? Я тут готовился, а тут нам выкатили. Кстати говоря, мерзость с маленькой башкой это неплохо. потому что его харя меня, мягко говоря, раздражала. А тут прям хорошо. Нормально. По крайней мере, на это обосранное чудовище смотреть будет не так это. Противно. Ну, игра, короче говоря, да. Показала прикольные вещи. Почему бы и нет? Броньки нет? Нет. Так что бежим дальше. Вокруг кругами карта для этого и предназначена это, чтобы бегать кругами. Все валяется в какашках своих же собственных испражнениях, да? Такая прекрасная вещь. Так, едем дальше. Какой у меня модный пистолет, оказывается, я что-то про него забыл совсем, про этот камуфляш. Поскольку я его использовать особо тут не буду, но где он там есть? Давай, 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 какомдосик. Почти. Почти сдюжили. Мужчина, я вижу ваши руки. Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ручки себе подними, да? Эх, костер смерти я не успел это сделать, ладно? О, наказание толстого. Я сказал, даже унижение толстого. Ой, кошмар. Ой, сколько я тут покосил всякого. Вот, кстати, играть за стрелка, конечно, одно изумлений, в плане того, что у него правда дамаг мощный, он, конечно, с толстым делает все, что хочешь. Толстый даже не сопротивляется особо. Видите, ребят, что творится? Исключительно замечательный босс. На убийственный, который выбрал не я сам, а был приусвоен к этому режиму, проходится он без особых проблем, ребята. Сейчас я покажу, что мы с вами получаем за прохождение этого режима, а в целом, в целом мне зашло. И вот как выглядит этот рюкзачок. Называется мишень, вешается на спину и поимеем, что? Правильно, очередную елку, нужна она или нет, каждый решает для себя. Я показал ежедневный режим и поэтому, ребятушки, за мое усердие, большие пальчики под этим видео и комментарии по поводу всего этого безобразия. Ну, а затем я с вами прощаюсь, TSAFN Brutal и до новых встреч, счастливо!